Проект движется, проект работает. В понедельник мы 6-го числа будем заниматься очередным помещением, будем заниматься монтажом оборудования. Сейчас мы перед праздником испытали наконец-то новую формовочную массу, которая удовлетворила нас для отливки меди. Поэтому 6-го, 7-го числа мы вернемся к вопросу отработки технологии литья, потому что та масса формовочная, которую раньше высокой температурой мы приобретали, она нас не удовлетворила. Вот плюс ко всему нам надо будет разработать план оборудования помещения для размещения. Там участка намотки с оборудованием ясно-понятно. И за счет того, что мы взяли новое помещение, мы сейчас по плану приобретения оборудования дополнительное оборудование берем, потому что есть возможность его монтировать, частично складировать. Зачем это делается? Это делается для того, чтобы можно было осваивать технологию, прорабатывать уже все технические требования по его эксплуатации, подключению, что немаловажно при разворачивании его на основной площадке. Ну и плюс ко всему сокращает сроки введения в действие, задачу в эксплуатацию основной площадки. Так что праздники идут и работают. Часть оборудования с лаборатории демонтирована, передана на поверку. Используем праздники по максимуму. Лаборатория планируется, что в полном объеме возобновить работу в первых числах июня. Так что все силы будут брошены на отработку нового участка. Плюс, как я говорил, уже получены в первой итерации двигатели E3. Первый раз вижу атаку на вебинар. Онлайн было 2000 с плюсом. Бывает, да. E3, поэтому этот образец двигателя мы мультиплицируем. Сейчас сделаем, выполним все работы, необходимые для того, чтобы можно было сделать небольшую партию этих машин, чтобы собрать больше объем информации и получить уже статистические данные с учетом разброса параметров. И для того, чтобы сделать вторую итерацию. Поэтому первые двигатели, можно говорить, уже разработаны. Это 90-й габарит шестиполюсной машины на 750 оборотов.